Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32 и программирование линейки микроконтроллеров STM32F4 с использованием библиотеки LL. В данном уроке мы попытаемся поработать с периферии ДМА контроллера STM32F4, поработав в режиме копирования информации из одной области памяти в другую, mem to mem. Ну вообще ту должно быть куда, а тут вот такую двушку ставят. Ну так решили. Разработчики, над данной темой мы уже с вами работали в уроке 156, когда работали с линейкой F1. Но так как ДМА линейки контроллеров F4 присутствует очень много отличий, в чем мы убедились в прошлом уроке, то считаю, что урок такой нужен. И наверняка у нас может возникнуть ситуация, когда нам потребуется копировать данные из одного буфера в другом, не нагружая лоу контроллера. Благодаря тому, что с данной темой мы уже знакомы, а также и с ДМА серий контроллеров F4 также знакомы, то урок будет небольшим и справиться с задачей нам не составит особого труда. Схема наша осталась та же. Отладочная плата STM32F429i Discovery. Здесь у нас работает урок, вернее проект прошлого урока. Мы сегодня будем работать с горизонтальным экраном, поэтому я плату положил вот так и пусть она себе лежит в правом нижнем углу. А мы с вами займёмся проектом, который был сделан из проекта прошлого занятия. Назван был вот так, а вот такое имя он имел до этого в прошлом занятии. Открываем наш проект QVMX. Для начала включим ДМА канал. Этот у нас остаётся прежним. Единственное мы с вами давайте приоритет здесь прибавим на ДМА, который по SPI 5. Потому что у него будет поток четвёртый, а у того будет поток нулевой. И поток нулевой его сделает, так сказать. В случае, если одновременно будет обращение, то есть пусть у него будет выше приоритет. У нас SPI тормозить не должен. Копирование, ну, может немножко. Ну, вот так я решил с приоритетами. Добавляем теперь. Переходим в закладку MentoMem. Добавляем канал. Вот. Ну, можно, конечно, выбрать просто было с большим стримом. Ну, мы сделаем именно вот так. Здесь оставим приоритет низкий, а здесь средний. Вот они оба наши тут видны. Так. Мы будем передавать по, вернее, 16-битные значения полуслова. Поэтому буфер мы на полуслова поставим. FIFO будем использовать. Его здесь и не отключишь, во-первых. Ну, в Rust оставим сингл. Не будем мы пакетной передачей париться. Ну, и плюс ещё надо нам не забыть вот сюда зайти и включить глобальные прерывания, ибо они сами тут в этом случае не включатся. Если мы в какую-то шину, вернее, в какую-то периферию, в другую, добавляем DMA, а там сами включатся. Здесь не включатся. Ну, и, наверное, всё. У нас на DMA уже с вами выставлен. LL. Поэтому генерируем проект. И, как всегда, по традиции, посмотрим, что у нас изменилось в инициализации по сравнению с инициализацией в случае, когда мы из периферии в памяти, из памяти в периферии копировали. То есть, что нового в режиме DMA mem2mem. Также мы же ещё буфер включили с вами, а до этого не пользовались. Откроем наш проект в QBD. Немножко тут какие-то обновления прошли. Вот он у нас открылся. Переходим в mainc. Что-то у нас тут как-то всё пусто. Ну, наверное, ещё не открылся как следует. Нету у нас mainc. Вот вам, пожалуйста. Как так? Непонятно. Он есть. Давайте закроем его, наверное. Ещё раз откроем. Может поможет? Ну, вот так вот. Интуитивно вот так мы с клюками тут боремся с вами. Попробуем собрать его. Иначе нам тяжело будет ходить по функциям. Вот. И идём в функции DMA init. Ну, тут вот в принципе давайте сразу вот этот J нам будет не нужен. Мало того, нам будет в бесконечном цикле вообще ничего с вами не нужен сегодня. Поэтому пользовательский код мы из него удалим. Вот. Оставим его бесконечный цикл мы в первозданном виде. Итак, идём в DMA init. Вот здесь у нас с вами периферия тактирования включается. Потом выбирается канал аналогичным образом, как и в случае, вернее, выбирается, да, канал для потока. Почему нулевой, не знаю. А, DMA 2, да, стрим 0, канал 0. Сейчас проверим. Что-то я впал в какое-то недоверие. Да, стрим 0, а каналы, понятно. Про канал тут не говорится. Канал нулевой. Здесь почему-то каналы не выбираются. Только стримы. То есть канал мы выбираем сами. Ну, тем не менее, нам вот нулевой канал выбрался. Хорошо. Дальше идёт LL DMA Set Transfer Direction. Ну, мы с ней знакомы, с этой функцией, с прошлого урока. Но уже у нас здесь вот такой вот показатель. То есть у нас был PerifToMem. И поэтому у нас ни DIR0, ни DIR1 не включались. А теперь у нас DIR1 с вами бит установится. Вот этот вот. Вот наши DIR. Вот. MemToMem. Потом дальше идёт у нас функция по приоритету. Это всё аналогично стрим четвёртому, так как приоритет здесь low. Ну, если бы был выше, это в случае, давайте заглянем в SPI. И там же у нас инициализируется вот здесь вот medium. То есть medium это у нас вот PL1. Здесь включится. Это в случае с потоком четвёртых. Нет, нет, не то. PL1 вот. PL1 вот этот вот medium. А здесь продолжим. Теперь вот здесь в DMA. Здесь у нас low. Потом setMod включается у нас normal. Но это у нас так и было. То есть мы circular не включаем, поэтому bit circ не включается, не устанавливается. Потом инкрементируется у нас источник и приёмник. Вследствие чего по вызову вот этих функций у нас вот эти вот биты ping и mink установятся. Потом memory size у нас half world. Да. И получается, что у нас msize нулевой. Бит в нулевом, вернее, в поле msize установится. Вот он. Но в psize также аналогично установится посредством вызова второй функции следующей. Вот они msize, то есть вот half world нулевой бит. И здесь нулевой бит. EnableFIFO у нас функция включает бит или устанавливает бит dmdis регистра FCR. Вот это вот dmdis. То есть вот. Вследствие чего если он включится, у нас отключится прямой режим. То есть не через FIFO, у нас будет через FIFO. Поэтому вот он у нас этот бит устанавливается. Потом следующая функция у нас вот это FIFO Threshold порог. За счёт этой функции вызова у нас FTH нулевой бит установится в битовом поле пол буфера. Потом дальше с помощью следующей функции, следующих двух, у нас с вами сбрасываются все биты в поле mbrust и pbrust. То есть вот. А, но они не в этом регистре. Они скорее всего вот в этом регистре. Вот mbrust и pbrust. Вот они. Сингл трансфер. Мы не используем пакетные передачи. Мы brust не используем. Ну и вся тут наверное инициализация. Дальше у нас уже приоритеты такие. Глобальные устанавливаются. Группы выбирают. С этим мы будем потом разбираться. Они у нас стоят одинаковые у всех. Нулевые. Можно конечно и тут был бы приоритет поднять для SPI-ного дома. Ну и всё. А дальнейшие инициализации уже ляжут как всегда на наши плечи. Ну, наши плечи сильные. Они уже давно с этим работают, со всякими инициализациями. Они справятся. Поэтому вот такие вот пару глобальных буферов объявим. Можно конечно и локальных. Ну, пускай будет глобальным. Им там лучше будет в общей куче, нежели в стеке функций. Вот. fl равен нулю. Это мы пользовательский флаг, чтобы его взвести, когда у нас там в прервании мы попадём. Что у нас уже всё передалось, чтобы нам слишком рано или слишком поздно не воспользоваться буфером. Затем вернёмся мы в функции main. И вот что сделаем. У нас теперь AI подсвечивается, потому что мы её бесконечно в цикл удалили. Но она нам будет нужна. Вот. Но ещё нам будет нужна с вами вот такая строка. Потому что мы на дисплей собрались что-то отображать с вами. Аналогично отключаем поток. Хотя он у нас, по идее, отключен. Ну, мало ли. Такой порядок, так сказать. Вот. После вот этого вот всего. Отключаем поток нулевой теперь. То есть, который уже работает у нас с mem2mem. Потом аналогичные флаги прерывания мы сбрасываем. Только tc0 и 0. То есть, в нулевом потоке работаем. Потом устанавливаем размер. Например, в случае с SPI мы размер устанавливали с вами не здесь, а где работали с SPI. А это будем здесь. Мы будем однократно только пользоваться. Поэтому нам не нужно каждый раз устанавливать. А вообще нужно каждый раз. Потому что этот регистр, который хранит длину, он не вечен, так сказать. Он, как только процесс копирования происходит, там убавляется значение. Затем покажем адрес приёмника и источника нашему DMA. Посредством вот такой вот функции. Мы узнаем, что там происходит. Это в регистры заносится их адреса наших буферов. И потом разрешим прерывания по случаю окончания приёма и передачи. Ну, передачи всех элементов по окончанию. Вот такой enableTransferComplete и enableITTransferError по ошибке. Это также мы делали с вами и здесь, в случае четвёртого потока. Здесь делаем всё это с нулевым потоком. Ну и функцию обработчик прерывания пользовательскую мы также с вами давайте вот тут вот добавим. Функция данная, она, как мы знаем, сама по себе не вызовется. Поэтому идём вот в этот вот файл. Покажем, что у нас такая есть. То есть добавим в неё прототипчик вот тут. И аналогично, как мы поступили с вами с четвёртым потоком, поступим с первым. То есть обработаем флаги. Попали мы с вами вот в этот официальный, как я люблю говорить, обработчик. Обработали. Если вдруг у нас ситуация, флагTransferComplete пришёл установленный, то мы уходим в нашу функцию. Вызываем её. Если вдруг ошибка, то просто сбрасываем флаг ошибки. Не паримся пока ни с какими ошибками. Потом вернёмся ещё раз в функцию main и начнём сейчас мы процесс копирования. Как производить процесс копирования, мы уже в принципе знаем с вами неплохо. Ну и перед тем, как его производить, давайте с вами положим наш дисплей на бок сначала. Уже теперь здесь. То есть Setretation 1. У нас есть для этого функция. Ну и выберем какой-нибудь цвет для шрифта и цвет для фона. Ну выберем цвет для фона, какой у нас весь экран. Чтобы у нас там не было этой полосочки с текстом. И выберем самый большой шрифт. Дальше мы давайте заполним буфер источника декрементирующимся значениями от 1024 до 1. И дальше выведем наши значения на дисплей. Вернее не выведем. Мы с вами сначала запустим наш поток. Включим его. Тем самым передача начнётся. И мы ждём здесь пользовательский флаг, который мы с вами, как мы помним, взвели вот здесь. То есть мы здесь очистили флаг прерывания. Он программно очищается. И взвели наш флаг. Вот мы это должны тут вот почувствовать. Мы висим-висим понемножку. И как только флаг у нас установился, мы провалились, сбросили его. Можно и не сбрасывать, потому что мы делаем однократно. Ну, как-то порядок такой. И покажем на дисплее наше значение. Но мы их не одновременно покажем, а в цикле. То есть постепенно. Собрали код. Сейчас контроллер прошьём. И посмотрим, как вот всё происходит у нас процесс. Вот так у нас процесс происходит. Можно даже увеличить. Ну, не слишком этим увлекаюсь. Так, пальчиком фокус поймаем. Ну, я думаю, видно. Нормально. Давайте всё-таки попробуем с вами их... Ну, не все. Все мы, наверное, не отобразим. Мы отобразим с вами... Или не париться, что ли. То есть нам тогда надо будет... А сколько мы здесь значений можем? Да мы многих и не отобразим. Ладно. Мы с такими вещами, с каким-нибудь другим контроллером позанимаемся. Ну, мы видим, что всё у нас передалось. Тем более у нас тут и отладка работает. Мы можем даже это посмотреть с вами вот так. То есть зайти в отладку. Таким вот образом. Давайте лучше в отладку сходим. Мы в отладку с вами редки. Входим в Cube IDE. В кейле ходили часто. Нужно не обижать и Cube. Попали мы с вами сюда вот в эту точку. И давайте посмотрим наш буферок. Вот это вот источника. То есть приёмника, простите. Добавим его куда-нибудь вот в Express. Frame буфер нам в принципе сейчас не нужен. Вот. И мы увидим, что у нас тут вот пошло декрементирование. Вот они. Здесь удобненько разбито по сотням всё. Вот наша последняя сотня. Всё до единички. Всё передалось. Таким образом, в данном уроке мы ещё глубже познакомились с аппаратной реализацией периферии ДМА в контроллере STM32F4. А также на практике подтвердили свои знания, воспользовавшись при этом и функционалом библиотеки LL. Всем спасибо за внимание. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный урок. Всем спасибо также за финансовую поддержку канала. Огромная. Она даром не уходит. То есть только всё в развитии. Также подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтоб ничего не пропустить. И также пишите комментарии. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья.